Стоит сверху карты, чтобы его не достала Катрин, и чтобы не достал Стангер Алексей. Медик спокойно отходит в свой лес, фармит крипов. У Медика уже есть часть Афтершока, есть у него блок за 700, чтобы не давать застанить Катрин себя или Селесту. Вот Адзера, видит он всех, просветил он утилизаторов, всех они прекрасно видят. Стоит минка в кустах у команды ПИГ. Ну вот видите, ничего не могут сделать, абсолютно. Спалили сейчас на крипах команда ПИГ. Вот видит их опять Редвульф, хотели они зайти в чужой лес, но у них это не получилось. Спалил их Редвульф, отходит потихонечку, отходит. Ну что, смотрим, смотрим, что будет делать. Да, идут они забирать чужой лес, не знаю успеют ли они это сделать, потому что прекрасно знают, команда Р3Д, куда они пошли. Редвульф уже наверняка все сказал. Вот, смотрите, сейчас они пойдут, скорее всего. Нет, Катя уходит, кидает на утилизаторов, все, он тоже телепортируется. Да, успеют они уйти. Забрали они один ста крипов дорогих, вот, медик подошел и ничего не увидел. Расстроился медик, скорее всего. Ничего страшного, у него все хорошо по фарму. 4 300 на 2 800. Да, вот, поставит мину от зеро. Под кусты, рядом с кустами, чтобы увидеть, если будет ганг выходить на Редвульфа. Тем временем забирают майнера, команда Р3Д. Помогает Редвульф, да, это помогает Редвульф. Проседает немножечко от зеро, но он не умрет. Не успеет ничего сделать с ПИЖ, забирают голд майнера, команда Р3Д. И опять медик забирает тяжелез. Да, ничего, ничего пока не может сделать Кру. Купил он себе два автомата, купил он себе сердечко. Скорость так и есть, но нету, нету хила никакого. Сейчас сильно будет он от кошки проседать, вы это увидите, посмотрите. Тормозит от зеро Катю. Проседает Катя, утилизатор заходит на кошку, пытается ее продамаживать. На стаках подрывается, нет, не подрывается на мини, проседает медик. Ультует медик утилизатора. Ну, 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 умирает, да, умирает утилизатор, умирает. Ультует Редвульф. Проседает Герр-Алексей, умирает Герр-Алексей, минус два. Остается один постхум. Да, он уйдет, его не достанут, при желании его бы убил Редвульф, но он не лезет под вышки. Они решают, скорее всего, просто снести первую вышку, получить 300 золота на команду. Да, чем они и занимаются? Вместит под бафом Редвульф от Адашо. Очень много у него уже урона с руки. Купил он уже себе маску, купил он себе за 300. Автоматик на скорость атаки и сердечка. Будет сделать себе рефлект-блок от трех станов команды PIG, чтобы не дать себя застанеть. Вот, постхум просвечивает Редвульф, видит его, уходит Редвульф на базу, будет закупаться. Есть у него голды 900. Купит, скорее всего, блок или автомат. Посмотрим, что он купит. Нет, он не ушел на базу. Он остался фармить. Вот забирает еще один стак крипов. Ну и пока что опять фармят свои чужие леса, команда R3D и команда PIG. По фарму 6500 на 3600 в пользу команды R3D. Довольно такие весомые преимущества уже. Как считаешь, смогут ли что-то противопоставить 5G команде R3D? Я думаю, что могут, потому что всего лишь 2 минуты игры. В принципе, ребята хорошо держатся. Не такой еще большой взрыв по голде. Ни одна Анатолийка еще не упала. Ну, смотри, медик. Медик просил, посмотри. Хорошая улета, вообще отличная. Была целеса. И просто снаслайву с прокаста. Да, очень постарался сейчас. Медик просто полез в кусты без вижена, без какого. И просто все станы просто в лицо кошки. И кошка умерла. Заходит утилизатор, пытался цепануть он RedWolf, но RedWolf все прекрасно видел и не решился идти на него утилизатор. Ну, знаете, что тут надо сделать? Мне кажется, нужно покупать против RedWolf здесь Кати Атлас после Фонтана, потому что этот парень кайтит очень мощно. И если его кайтом не заткнуть, то будет очень сложно против него драться. Медик, медик. У медика уже есть Афтершок, у медика есть блок. У медика уже очень много урона с Афтершока. Кролл будет проседать очень сильно. Тем более, если леста ватная, у которой нету ничего на защиту, кроме блока. Покупаете леста, не знаю, что он будет делать сразу. Либо череп на отхил, либо миф, чтобы пробивать щит. Не знаю, что он купит, потому что есть у него айтемы и на другой артефакт. Увидим. Катя тем временем уже собрала Фонтан. Есть уже какой-то отхил у команды ПИГ. У Адашио нету Фонтана, не хватает ему голды 600 до Фонтана. И пока что постхум собрал Фонтан быстрее. Надо драться сейчас в команде ПИГ, потому что есть у них какой-то отхил и такое не сильное, но все-таки преимущество. Вот, подошла Катя. Смотри, сейчас будет пытаться. Нет, отошли, отошли Реды вниз. Будет закупаться Ред Вольф. Что он купил? Купил он уже Breaking Point. Боже мой, как фармит Ред Вольф? У него 100 крипов. Да, существует крипов всего лишь у нас у Герликсея и какой-то замест. Цепляет Ред Вольф уходит. Очень много урона от Ред Вольфа. Пытается цепануть его. Нет, не получается. Уходит утилизатор. Нет, он не уйдет. Никуда он не уйдет. Цепляет пастуху. Нет, окружает утилизатор. Смотрите, он сейчас умрет. Все. Минус утилизатор. Цепляет, держится, хотел выжить. Нет, гитара твоя тебя не спасла. Ну, минус 2. Катерина опять в одиночестве. Она стала живая. Ни разу, еще не умер. Да, не фокусит Катю. Прекрасно понимает, что она ничего не сделает, кроме стана. Однако, такой тревожный звоночек, потому что немного смущает то, что уходит всегда Катя на фулл хп и фулл мп. Так не должно быть в любом случае. Должна она просто грызть просто всем, чем можно команду врага, чтобы не дать цепануть своих союзников. Пока не очень такая игра у Катя. По мне так. Но она еще ни разу не умирала. Однако, просто Крул как-то не может пока еще себя реализовать. Да, нужен ему еще фарм, я считаю. Хотя уже в два раза больше голды у нас у команды Рэд. Да, отрыв уже очень сильный. 12 тысяч 400 на 6 300 на 12 минуте только. Да, отрыв просто лютый. Посмотри, если Рэдвульф купил себе уже апнутые сапоги, купил он себе рефлект-блок. У него есть переломный момент и есть маска на отхилл. Его уже очень трудно будет убить, потому что у него будет лютый отжор и довольно-таки уже жирный. Посмотрите, медик, купил атлас, сразу купил атлас после афтершока, чтобы фокусить именно Крулла. Прыгает на Крулла, дает атлас и Крулл ничего не может сделать. Адзера цепляет мину, проверяет кусты, кидает ульту в Адзера, будет догонять, будет, нет, не решился догонять, потому что видит, знают, что уже команда Р3Д полная, полном составе, ставит минки Адзера, мины стоят уже везде, в центре карты, видит все кусты, и сейчас пойдут, скорее всего, опять, опять пойдут, сейчас они, Гер Алексей, Гер Алексей, купил себе, да, купил себе миф, постараюсь как-то настакать миф и продамажить команду Р3Д, но будет это крайне сложно сделать, потому что Селез-то очень-очень ватное. Адзера купил себе фонтан и начинает делать не знаю, что это, это будет или Рог или это будет Горнила, ну, увидим, а у Редвуль, посмотри, у него уже есть баф, он купил себе еще баф плюс к своему урону, просто будет сейчас фаншотить, будет сейчас Селез-то, посмотри, баф заюзал, смотри, что он будет сейчас сделать. Сейчас будет очень больно команде Пи-Жи. Но они очень аккуратно играют, прячутся за вышкой, они суются вообще в свой даже лес, хотя была возможность даже забрать там немножко крипов, пока Реды были в своем лесу, но нету Вижена, ничего нету, они просто прячутся за своей вышкой, чистят лайн, зачищают, только здесь можно фармить. Да, боятся, боятся они Редов, знают, что это за команда. Тяжело им, конечно, играть, потому что Реды уже такой состав уже сыгранный, играет он давно, а вот эта команда довольно новая, вот не знаю, есть ли даже какая неделя и сложно им пока что играть. Посмотри, собирает Крул, купил он себе броню, будет делать, скорее всего, Атлас против Редвульфа, пока что времени с брекинг-поэтом, проверяет мину, вот молодец, мину прочитал, хорошо, очень утилизатор, сбивает Вижен, тем временем, смотрите, тем временем, Редвульф фармит, у него уже 145 крипов, боже, боже, боже. Да, от Перефарма уже продолжает, продолжает нарастать, но будут, наверное, Педжи ждать Кракена, и возможно, на нем что-то у них получится, потому что с таким перевесом уже просто драться нет смысла. Да, согласен. Вот смотри, все-таки будет собирать Атзера, выходит в агрессию, будет собирать он Рок, да, Пудову привет, будет Рок собирать, и Редвульф собирает, уже купил себе Аегис против Селесты, против видеть, что там миф собирается на Аегис. Да, я не знаю, пробивать его будет уже очень сложно, почти уже купил Аегис себе Медик, водовеса к Атласу, вот, цепляют, кидает резонанс, ульту кидает, цепляют Гералексея, цепляют всю команду, кидает ульту, утилизатор, продамаживает Гералексея, Адзер ультует, попадает в Катю, Медик, Медик, отходит, Медик отходит на стакан от утилизатора, Редвульф продолжает бить, ультует утилизатор Кошка, минус Гералексея, минус Кошка, догоняет Пастхума, догоняет, догоняет, ну умирает, все отлично, отличная игра трэдов, минус 3 делают они, сейчас будет проносить, подходят крипы как раз под бафом, все, минус, минус будет вторая вышка, и, смотрите, что делает Адзер нагло, очень играет, прям на базе соперника, соперника, забирает крипов, да, баф заканчивается у, Редвульфа, но, забирают они еще одну вышку, пойдут, да, пойдут они еще на следующую вышку, цепляют они, нет, не цепляют, Гералексея, кидает он, стан в команду, Р3Д, и не впадает станом, просто играет от дефа, просто отгоняет их, запугивает, но Редвульф ничего не боится, он фармит крипов, знает, что перефарм у него дикий, блочит, он станк Ати, настакивает на Кати от брекинг-поинта, залезает медик-медик, проседает очень сильный, Атлас кидает, проседает медик-медик-медик-медик-медик, живой, ой боже мой, смотрите на стакл Сэрэдвульф, просто всех фаншотит, со своих, с брекинг-поинта, боже мой, просто без шансов, просто без шансов, подставились пиэджи, не знаю зачем, могли бы они дождаться все-таки какой-то стычки на кракене, но, да, приняли решение просто драться, и погибали, погибали уже, погибли все втроем, Рэдвульф, все, это ГГ, 15-51, 16-ая минута, закончить игру, прожимает Селеста баф, но он уже не поможет, да, предсказуемо, но, молодцы ребята, одержались, вот, мы эти Рэдвульф, просто ваншотит всех, прожимает Атлас, просто сейчас, медик, по кругу, да, ничего не успели сделать, смотрим, 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 победа команды, Р3Д в первой карте, 16-11 время, ну, победа легкая, довольно, знали, знали ребята из Р3Д, что делать, взяли они агрессивный пик, взяли они отдачу, взяли они кошку, Крул, с Катей, ничего не могут сделать, этому пику в самом начале, и Рэды этим воспользовались, Герр Алексей, нафармил неплохо, его прессовали, ну как, 4,500, маловато, но купил он себе два артефакта, купил он себе миф, купил он себе череп, это боевая селеста, в принципе, уже, но, видите, не хватило, не хватило времени, чтобы что-то противопоставить, не успел Крул нафармить, то есть, команда, это просто раздавило, соперника, да, Крул, не, не развивал себя в этой стычке, в этой встрече, но, посмотрим, следующий матч, еще это встреча за двух побед, напоминаю, турнир, военглори мастер серии, мы выступаем, как русские комментаторы, стримеры, освещаем этот турнир, да, сейчас будет вторая карта, то есть, сейчас ты записал, записал на листик, всех героев, которые были, да, да, и теперь, то есть, нельзя брать команде, да, которых она, персонажей брала, теперь эта команда не может их ими играть, угу, то есть, Red Wolf нельзя уже брать Vox'a, медику нельзя брать Кошку, нельзя брать, да, Кошку, Vox'a и Адачжо, а команде PSG нельзя брать Катерину, Крул и Селесту, всех остальных можно, что-то я вангую Red Wolf'a, сейчас скажу, даже на ком он будет играть, что-то мне вот кажется, сейчас немножко по вангуем, ребята, посмотрим ванг или я или нет, что-то мне кажется, что Red Wolf'a будет играть или на Селесте, или на Ринго, больше я даю предпочтение Селесте, возможно, даже лесной, знаешь, как пик зашел бы сейчас очень хорошо от 3D, они, конечно, играют всеми героями хорошо, но особенно хорошо, мне кажется, сыграли бы, пиком от Zero был бы на Кате, Red Wolf был бы на лесной Селесте и медик был бы на оружейном ринга, медик на Ринго очень силен, все это прекрасно знают, и посмотрим, какой будет сейчас у них пик, возможно, я даже угадаю, может, и не угадаю, Герр Алексей, возможно, даже будет играть на Vox'a, он часто им играет в рандоме, ну, сейчас будет видно, так, сейчас я пропишу тогда точно, каких, не знаю, героев, в какой команде играть, чтобы уже было понятнее, и тогда уже начнем, напишешь им в чат, да, 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 сейчас просто перечислим, давайте напиши, ты напиши команде этим, я напишу команде, ты все уже забанил, нормально, быстренько ты, даже Vox'a кошка, и команда PIG не может играть, Celeste, Cruel'am и Katrin, но не знаю, мне кажется, если Катю забанили, скорее всего, возьмут они Орданны, как второго саппорта, потому что это такой, дофолтный саппорт, фильм пока не очень изучен, не очень пока, он, скажем так, играбели, не очень понимают, как играть, и с какими пиками это делать, поэтому, на данный момент, такие, дефолтный саппорт, это Katrin и Ордан, ну а что скажешь про новых героев, их еще не так исследовали, или они, ну нет, они, конечно, не юзлас, у Финна очень крутая ульта, мне очень нравится его ультимейт, он может просто при грамотной ульте, просто к себе пересобачить с трех соперников, просто, и сделать очень красивый, допустим, прокаст с Юлькой, или с тем же ДД Орданом, который, допустим, подтянуть, допустим, в сетку Ордана, и просто Тарейх застанет, это очень мощно, но это сделать довольно-таки сложно, поэтому, ну, в данный момент Финн пока не очень изучен как саппорт, а Скай, Скай тоже вот вышла довольно-таки недавно, Скай сильный герой, сильный очень герой, ватная, но если ей дать пофармить, если ей дать волю, скажем так, хоть какую-то, дать ей защиту от саппортов, то она очень много дамажит с кристального урона. То есть со скиллов, со своих, да? Да, 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 ее эти автоматики очень сильно продамаживают, даже Катрин в щите, она просто плачет от этой фигни, очень больно ей. Вот мне пишет какой-то парень, Бужа, can I join, can I join к трансляции, не парень, извини, но он уже играет. так, ну, ожидаем немножко, дабы просили небольшое время, у нас команды, немножко подождем, и на вас, смотрим, второй матч, так, так, спиджи, ребята из R3D уже готовы, PIG ready, все. Нет, это я спросил, PIG, так, good luck, пожелал медик, все, да, готова команда PIG, давайте, ребят, покажите хотя бы красивую игру, дайте, дайте, дайте буржуям отпор, так, от ZERO, а вот смотри, смотри, интересно, кстати, о чем мы говорили, да, пока не парень, пока не парень, я почти, я почти угадал, видишь, я почти угадал, то есть, опять же, урон кристальный, но, но вот, я почти угадал, я угадал 2x3 героя, почти, вот с кристальным уроном я угадал, да, а вот, вот именно с героем я не угадал, ладно, ничего страшного, я почти ванга, ты, кстати, не участвовал в конкурсе, который VGL проводили, предсказать всех победителей американской сети, нет, я там не участвовал, у меня были бы шансы большие, возможно, да, пошел в Пахома из битвы экстрасенсов, сейчас смотрим, что, подождите, пока не пикают, странно, странно, не видно, может, у них пролагало, хотя нет, видимо, общались, ну вот, угадал я с пиком Ордана, то есть, дефолтный саппорт, вот, так, Пики известны, Герр Алексей играет на Скарфе, Постхум играет на Ордане, и утилизатор сел на Глэйва, команда R3D, Red Wolf на Sky, от Zero на Катрин, и Медик будет играть на своем ринге, не знаю я, куда пойдет Red Wolf, скорее всего, это будет лайновая Sky, сейчас увидим по закупу, так, нет, не увидим ничего, да, скорее всего, это будет, да, это будет, скорее всего, да, Медик идет на линию, это будет Sky в лесу, это будет от Zero плюс Red Wolf лес, и это будет Ринго линия, сразу скажу, что будет очень сложно стоять Скарфу против Ринго, тем более, если на Ринго сидит Медик, будет он сразу прессовать Скарфа, я в этом уверен, не даст ему спокойно фармить, вот, посмотрите, идут они забирать, вот да, идут они втроем, забирают они стак крипов, этот маленький, ставит минки постхум, ставит в лесу чужом, и ставит у себя в лесу, на подходе кусты минку, да, забрали они стак, и заходит Герр Алексей на линию, Медик стоит аккуратно, да, не знаю, насколько это оправданно, потому что у Медика уже 6 крипов, да, уже 7 крипов, ну вот, проседает, ну, заливает первым скиллом Медика, но урона пока что очень мало, у Герр Алексея со скиллов, и Медик сейчас будет его очень больно продамаживать, если Скарф будет подходить к крипам, поэтому я уверен, смотри, да, опять, опять, они опять не агрессируют, смотри, что они делают, сейчас нужно драться, нужно драться сейчас, по ЯВЖ, потому что сейчас слабая довольно Скай, вначале, видишь, она очень ватная, проседает очень сильно, Редвульф будет умирать, скорее всего, не отпустит Редвульф, я уже в этом уверен, остается 2 секунды до лужи, все, умирает, умирает, умирает Редвульф, ставит минку Адзера, но ее сразу сбивают, Адзера отходит в свой лес, ставит еще одну минку в кустах соперника, но ее тоже собьют, я уверен, сейчас будет проходить утилизатор, и он собьет минку, не смотря обошление минку, идут фармить, чужие лес. Медик тем временем фармил спокойно, он не помогал тиммейтам, просто стоял в одиночестве на ладне, фармился, у него 17 крипов уже. Медика уже 1000 голды, Медик прекрасно чувствует, сейчас он будет, смотри, сейчас видишь, сразу подходит, о чем я говорю, подходит, Герр Алексеев, не дает ему даже, крипам подходить, даже близко, знает он прекрасно, что он сейчас намного сильнее, и то, что Скарф пока что ничего ему не может противопоставить. Медик пока фармит крипов, у него уже есть 22 крипа, так как у Герр Алексея только 11, и у него уже закончилась мана, нет у него батареечки, купил он кристалли за 300 на урон, и по мане он сильно, в общем, проседает, нужно ему возвращаться на базу. Да, потому что как раз Медик ушел с лайна, и... Да, Медик закупился, смотри, опять агрессирует, мало-мало редом, Скай все-таки хочет, хочет убивать, купила она... Теперь они втроем, да, теперь они втроем будут. Да, видят они, видят, просвечивают от Зеро просто их всех троих, нужно врываться сейчас на Редвульфа. Ох, как просил у нас Ардан, смотри, просто пол-хп ему снялся, но... Я же тебе говорю, очень много уронов со скиллов у Редвульфа сейчас, есть у него первый скилл, когда разжимаживает утилизатор, умирает утилизатор, умирает Герр Алексея, минус 3 делают, Герр, все умирает, минус 3 делают, прям под вышками, от Зеро живой, все, это просто... Какой-то дамаг на третьей минуте, это эйс, и вообще без шансов. Редвульф полностью забирается, видишь, собираются полностью, он в урон, ничего не покупает защиту, вот забирается, он чужой лес, опять начинают, опять начинают агрессировать Реды, забирают они полностью чужой лес, Медик, смотри, Медик формит, уже пол-вышки сбрил, приходит Герр Алексея, продамаживает, Медика, Медик отходит, Медик отходит, но он не уходит, знает он то, что все равно ему ничего, сейчас Герр Алексея сделать не может. Возможно, они не знают, даже как Пейджи с этим пиком работать, потому что, ну реально, Sky не так часто берут, тем более, тут вообще два дальних боя. Да, лесная Sky тем более, лесная Sky довольно-таки, ну, не часто встречается, обычно Sky идет на линию, Медик формит, у него уже, у него уже 30 скрипов, у Редвульфа 24, да, Адзера бомж не волной крипов, бедные саппорты, вечно бомжующие. Так, ждут, ждут, смотри, они ждут, хотят крови, я не знаю, просто теряют время. Пока, ну, Медик-то знает, знает, Медик, что могут их ждать, он не подходит, он не подойдет к кустам, знает, что может вытолкнуть Глэйв, и опять, смотри, вражески лес, да, врываются, Sky как ДЦП передвигается, но у нее уже пятый уровень, смотри, сейчас, что она может створить, поджигает, поджигает лужу, цепляет, убегает, Sky, бегает, Sky, ну, куда ты, все, минус Sky, красавый, утилизатор, красиво забрал, выходит Медик, и начинает, не смотри, могут Медик цеплять, отходи, 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 братка, отходи, Адзера умирает, Адзера цепляет, Адзера цепляй, ну, Адзера умирает, мимо, мимо, плевок, прошел, просто, секунды, одна, минус, минус, отзера, да, выпендеривались, команды, отходи, дают бой, дают бой, молодцы, команда, пи, дают бой, не сдаются, они, не, под гнётом, не проседая, под гнётом, команды, R3D, под их авторитетом, и дерутся, счёт, 3-3, становится, и потихонечку, догоняют, да, Нужно сейчас агрессировать, потому что Скай, смотри, Скай ничего не собирает в защиту. Вообще ничего. У него очень много урона с руки, но нет ничего на защиту. Поэтому, поэтому нужно цеплять утилизатору в первое время именно Скай. Выталкивать её под Гера Алексея, под Ордана. И просто забирает, видите, майнера. Забирает майнера очень быстро. У Скай очень много урона с руки. Даже не пытались как-то состились ПИГ. Возможно, они просто не догадались, что они забирают. Или просто понимают, что драться сейчас 3 в 3 опасно. Вот смотри, заходит утилизатор, не видит команда A3D. Вот от Зеро просвечивает, какой потный саппорт. Посмотри, все кусты светят. Кидает, даёт щит от Зеро. Так, ну всё, отошли они, отошли. Мне кажется, ПИГ просто боятся драться, да, пока у них нету закупа, пока у них нету шестых уровней. Тем более, что у Рудвульфа уже седьмой, у Медика шестой. Да, да, да. И по фарму посмотри, по фарму. 50 крипов на 39. Ну, в принципе, не сильно отстаёт Герр Алексей по крипам. Скажу я. Достойный фарм. Есть у него 1500. Ну да, всё будет зависеть сейчас, мне кажется, от Глейва и от Ардана. Как они смогут реализовать свои ультимати, свои прыжки. И если они смогут законтрить Рудвульф, то есть шансы на победу. Совершенно верно. Команда Редов сейчас очень хилая. Хилый герой, что Медик, что Рудвульф. В принципе, как герои, они довольно-таки ватные. Если красиво будет заходить Ардан со своей ультой, сеткой, и будут цеплять через лужу. Вот смотри, как сильно проседает вышка. Забирают они вышку. Очень плохо влетел. Спасает его Ардан сеткой. Нет, он не будет убегать. Ультует Рудвульф в него. Нет блока. Всё, умирает, умирает утилизатор. Нет у него никакого блока. Да, ошибся, мне кажется, Глэйв. Зачем-то он запрыгнул один в троих, когда не было рядом особо тиммейтов. Скарб был далеко. Плохо, да, плохо влетел. Плохо, да. Плохо влетел. Нужно фокусить Редвульф. Видишь, очень много урона про Рудвульф входит от Гера Алексея. Очень ватные герои. Ну давай, ультует. Там будет умирать, скорее всего, Редвульф. Дает блок. Ну давай, давай, Медика, 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 Медика. Смотри, хорошо, убил Кати, но Медик его убил. Медик не простил. Да, размен один в один, и Глэйв слишком долго шел. Не смог помочь. Смотри, запрыгивает. Он хотел поймать Медика, но он тут отлично уходил вниз. Нет, нет. Да. Сейчас еще Медик убьет Пастхума. Убирает еще Пастхума, да, убивает. Сейчас он еще и Глэйва заберет. Посмотри. Отходит на ботинке. Нет у него второго скилла. Нет у него кайта, значит. И все, просто отходит. Сбивает Минку. Не подрывается на ней. Ну смотрите, 8600 на 4800. Опять уже почти два раза преимущество. Набирает оборот. Начинается, но болезь Реды. Есть у них блок уже у Редвульфа. Собирает. Он почти купил. Уже может купить, в принципе, он Ледяной Ожог. Отличный айтем просто на Селесту. От первого скилла и замедление хорошее. И 100 плюс 100 к силе Кристалла. Редвульф купил топор. Будет собирать переломный момент. Есть у него уже часть айтемов. Осталось купить рецепт. Не хватает ему 300 золота, 200 золота. Даже не хватает ему до переломного момента. И будет собирать он тоже сердечко блок. И вот Селеста. Нет, смотри, Селеста купила. Ой, Схай купила не Ожог. Он купил Шаттерглаз. Да, но максимальный просто... Да, просто уходит в урон. Да, в урон. В урон уходит. Разбоевая сразу Герр Алексей, утилизатор. Я не могу понять, почему не собирает ничего на защиту. Глэйв купил он топор. Не знаю, хороший это ли выбор в данной ситуации. Потому что он очень сильно поражает от Селеста и от ринга. Ну, посмотрим, может сейчас отличный будет какой-нибудь прыжок под вышку. Слишком близко. Да, нужно цеплять. Нужно. Нужно цеплять как-то и Скай, и Редвульфа, или Медика. Смотри, как много урона от шаров. Да. Ультует под хум. Закрывает двоих. Закрывает Катю одну в сетке. Плохая, очень плохая закрытие. Потому что Катю Саппорт, даже если бы умер, ничего бы не случилось. Она вообще жирная. Двульф цепляет, убивают они Глэйва, убивают они Гиро Алексея, минус 2. Пускай тоже умирают, минус 3. Ну, ошибка опять с Роданом. Посмотри, он закрыл Катю. Почему он закрыл Катю? Это плохой позиционер. Да, я все ждал, что он закроет Медика. Потому что тот очень близко, очень подходил к турели. И можно было его закрывать и просто уничтожать. Надо было закрыть кого-то или Скай, или Медика. Потому что нет ни у кого блоков. Не вышли бы они из сетки. Но почему-то начали дамажить Катю. Она жирная, во-первых. Во-вторых, у нее щит. Они потратили все скиллы на Катю и ничего не сделали. Вот цепляет Медика, заходит утилизатор. Попадает шаром, будет умереть Медик. Да, нет. Посмотри, не хватает урона. Смотри, кидает щит. Стан, и все. И просто Медик уходит. Даже не дали одного кила сделать. От Зеро засейвил. Засейвил от Зеро Медика. Да, вот Стан. Смотри, Селестра что-то танцует. У меня лаги или что? А нет. Нет, нет. Походило, походило что-то. Опять забирает уже лес. У Селесты... Ой, блин, все путаю. У Скай, Селестра. У Скай уже 200 голды. Собирает он пробой. Миф собирает... Да, и появляется рефлекс. Блок. Очень много урона. Очень много урона уже у Скай. Я не знаю, что будет сделать с этим уроном команда ПИГ. Все временем не дособирал ничего конкретно Герр Алексея. Купил он кристалл, 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 кристалл. Нету, нету у него даже рефлекс-блока. Ну вот, смотри, опять драка. Дает рок. Цепляет Герр Алексея. Ой, как все лагает у меня. Боже мой, сколько анимации. Посмотри. Проседатель, утилизатор убирает. Убирают они Герр Алексея. Цепляют. Да, догонят они его, догонят. Ультует, ультует. Медик, смотри. Сейчас. Нет, не заберут они. Уезжают. Он уходит, уходит утилизатор. Ничего не успевает. Да, нету ускорения, нету ничего. И у Герр Алексея есть скилл. В принципе, он даже мог упрыгнуть. Не знаю, зачем они у нас в ПИГ полезли под целого призка драться. Тем более, что перевес вообще сейчас огромный погалдей. Надаёмся максимально в защите. Но они почему-то этого не понимают. Они просто не чувствуют, они может быть преимущества в фарме. Хотя я видя то, что очень сильно проседают. 17-30 на 7 тысяч. Боже, боже. Здесь тысяч преимущества у команды R3D. Да, есть Рок, есть Фонтан у Адзера. Это опять же агрессивный очень пик. Просто не боятся ничего. Залетают через Рок просто в Скарфа. Секунду его просто дамажат и всё. Я не знаю, но уже могут идти заканчивать, в принципе, команда. Что они делают? Смотри, прожимают Рок. Цепляют. Мы смотри, Медик там дрался уже. Я даже не видел. Да, это просто сумасшествие. Просто Медик зашёл как приманка. Все на него накинулись, потратили все свои скиллы, а он выжил. Да, это же Миллион его. Под бафом, под брекинг-поинтом, под топором. Это просто дикий, дикий, дикий урон с руки. Всё. 12-55, 14-4, 18-900 на 7-400. В принципе, ну, ожидаемо было, что будет такая игра. Тем не менее, молодцы, команда PIG. Секундочку, мне тут звонят, сейчас я сброшу. Так. Ну, молодцы, всё-таки, команда PIG. Да, я не бой. Команде R3D проиграли, проиграли, но... Это ничего страшного. Это всего лишь игра. Поздравляем команду R3D с прохождением первого этапа. Вот что по закупу можно сказать здесь. Адзера вечно ходил с просветками, очень хороший саппорт, вечно пусты все просвечивают, минки ставят, купил рог, купил фонтан. Радвольф купил миф, купил шаттерглаз, купил ботинок второй и блок. То есть, очень много от него урона, раннего урона, без просто защитных каких-то айтемов сразу ушёл в урон, и это себя оправдало. Медик тоже весь ушёл в урон, брекинг-поинт, топор, баф, и начал делать маску. Да, ну... Ну, заметьте, у PSG вообще даже рефлекс-блоков не было, не знаю, как-то они... Да, ничего они не купили, хотя рефлекс-блок был очень нужен здесь. Во-первых, от ста на кайте, это основное то, что они должны были сделать, купить его против ста на кайте. А во-вторых, от ульта ринга тоже было очень полезно. То есть, блок прожимается довольно-таки легко от его ульты, потому что налетит просто тонну времени. Но они не купили ничего, решили они тоже ответить уроном в урон, но перефарм всё-таки видел, какой в 10 тысяч был. И не смогли передамажить они команду редов. Ну, поздравляем команду RTD с прохождением первого этапа, и также благодарим за хорошую игру команды. Они не проходят пока ещё никакой этапы, это же групповая стадия. Они набирают просто очки. Я говорю, это групповая стадия же сейчас, они никуда пока не проходят. А, это групповая стадия, это просто набирают очки, да. Они набирают 3 очка, и через 2 дня следующая встреча будет с другой командой. Ну, а у PSG тоже, пускай они расстраиваются, будет у них ещё возможность выйти из группы, так как две команды выходят из группы, нужно просто побеждать в следующем матче. Да, нужно собраться, собраться, нужно потестировать какие-то определённые пики в рандоме. Да, возможно придумать что-то интересное с новыми героями, какой-то неожиданный ход можно сделать. Потому что они исследованы, эти же герои ещё пока до конца. Да, вот опять же, вот смотри, кошка, скажем так, она довольно давно входила в основу всех пиков. Вначале вообще в Ванглоре, когда вот только стартовала, вот через пару месяцев кошка была абсолютно непикабельна в своём большинстве, потому что были у неё такие проблемы со скиллами и с уроном, вот. А потом после бафа кошки она стала появляться в каждом пике. Вот до недавнего времени опять немножко понерфили, но вот смотри, медик взял всё-таки кошку, хоть она сейчас не ОП, она сейчас не в пике. Тем не менее, кошка всё ещё играбельна, как мы могли заметить, через афтершок и через защитные альтемы.